Добрый вечер. Вы перебесите Карачаево-Черкесия. В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Эта война унесла 15 тысяч советских солдат, в том числе 42 жителей Карачаева-Черкесии. Сегодня 34-е годовщина вывода советских войск из Афганистана. Его вклад в развитие республиканской столицы неоценим не стала Евгения Биланова, который 15 лет являлся главой муниципального образования Черкесска. 1900 литров нелегальной водки выявили сотрудники республиканского МВД. Мужчины 71 и 38 лет подозреваются в незаконном обороте немаркированного алкоголя. Мы вместе в Хабезе прошел благотворительный концерт в рамках всероссийской акции в поддержку военнослужащих оказания помощи членам их семей. Сегодня очень важная дата в календаре нашего государства. День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам афганской войны. Для нашей страны это и трагическая и героическая страница в истории, в первую очередь для воинов-интернационалистов, которые воевали в Афганистане. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из этой горячей точки, которая унесла в жизни более 15 тысяч советских воинов, среди них 42 жителей Карачаева-Черкесии. Их имена навсегда останутся в истории народной памяти, как имена отважных мужчин с честью выполнивших свой долг перед Отечеством. Сегодня ветераны боевых действий вносят огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, служат им примером отваги и героизма, что особенно важно в наши дни, когда нам приходится отстаивать общечеловеческие ценности в зоне специальной военной операции. Многонациональный народ Карачаева-Черкесии гордится защитниками Отечества. Мы благодарим их за стойкость и самопожертвование. Они для нас пример настоящего патриотизма. Светлая память всем павшим, говорится в обращении. И сегодня по традиции в Парке Победы, где установлен памятник воинам-интернационалистам, прошло памятное мероприятие, посвященное 34 годам вывода войск из Афганистана. В нем участвовали ветераны боевых действий, представители органов власти и общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. 15 февраля 1989 года. В этот день последние подразделения ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана на родину. Эта памятная дата объединяет всех россиян. Она была введена в знак памяти о соотечественниках, проявившись самоотверженность и преданность родине в период участия в боевых действиях за пределами страны, говорили выступающие. Пришли сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения тем ребятам, которые не смогли вернуться домой, которые отдали самую дорогую жизнь во имя выполнения задачи, поставленной родиной. Это не только касается Афганистана, это касается всех локальных конфликтов, которые были за этот период в 20 веке, к сожалению, очень богатые были на эти. Хочу выразить большую признательность тем тем, кто пришел сюда, кто счел нужным в этот день прийти на это место и отдать дань уважения и памяти нашим боевым товарищам. Каждый год вот войск 25 декабря и вывод 15 мы всегда отмечаем здесь, делаем возложения и проводим уже определенные мероприятия по данному дню. Память павших солдат и офицеров почтили минутой молчания. Рамазан Бадахов, ветеран боевых действий в Афганистане, нес службу старшим разведчикам в 66-й бригаде. Походил в службу 85-го по 87-й. Сперва был в учебке в Ашхабаде, потом после учебки в Афганистане, в Джалабаде, город Джалабаде, в 66-й бригаде служил в разведзводе. Разведчиков обычно у них выходы, засады. Было всякое. Если я вот сегодня вам интервью даю, значит Всевышний помог. Я вот пользуюсь случаем, хочу поздравить всех шуравей с этим великим праздником. А ребят, которые остались там, земля им пухом, живым здоровьем. Мы в строю, любое время и Родина, если призовет. Сегодня вот специальная военная операция идет в Украине. Мы готовы, мы пойдем, если Родина скажет, мы пойдем. В 10-летнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов. Среди них 42 жителя Карачаева Черкесии. Мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику воинам интернационалистам, расположенным в Черкесске на площади Кирова. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева Черкесия. Печальная весть. На 64-м году ушел из жизни бывший глава муниципального образования города Черкесска Евгений Михайлович Биланов, более 15 лет руководивший городским депутатским корпусом. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнований его родным и близким, отметил, что вклад Евгения Биланова в развитие Черкесска трудно переоценить. За годы плодотворной деятельности он показал себя прекрасным руководителем, настоящим профессионалом и человеком, неравнодушным к судьбам людей и их чаяниям. О государственном деятеле репортаж Артур Амкцы. Евгений Биланов родился в Краснодарском крае в 1959 году. Окончил медицинский институт в Ставрополе. Однако в куда большей степени оказался связан именно с Карачаево-Черкесией, где в 80-х годах прошлого века начинал свою трудовую деятельность в детской больнице тогда ещё областного центра. В 1991-м Евгений Михайлович возглавил городскую станцию скорой неотложной помощи, руководителем которой был вплоть до избрания в 2007 году председателем Думы муниципального образования. Если кто-то смотрит со стороны и видит, что депутаты только сидят и поднимают руки, а всё они пропускают, все проблемы и все споры пропускают через себя, через своё сердце, через свою душу. Ну, просто Евгений Михайлович был человек, который мог выслушать и понять каждого по любому вопросу, по которому к нему обращались как коллеги, так и граждане. Депутат четырёх созывов Евгений Биланов активно участвовал в обсуждении вопросов развития региональной столицы. Возглавив депутатский корпус муниципального образования в 2007-м, он оставался его руководителем в течение 15 лет. Был членом Политсовета городского отделения «Единой России». Встречался с населением в общественной приёмной и во время проверок реализации национальных и региональных проектов. Участвовал в деятельности депутатских комиссий. За многолетний труд Евгений Биланов был награждён государственными наградами, а также званиями «Заслуженный врач России» и «Карачаево-Черкесии». Работавшие с ним коллеги с трудом верят в то, что его больше нет. Для меня огромный такой вот стресс даже, то, что вот в таком полном расцвете сил ещё, и ушёл от нас такой вот порядочный очень, добрый, отзывчивый человек. За время работы у нас было много всяких ситуаций, из которых Евгений Михайлович, конечно, умел находить выход. Считал своим долгом оказать внимание и поддержку всем, кто к нему обращался. Царствие небесное, пусть будет земля ему пухом. Артур Махцы, Олег Монхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в отдельных районах сильный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи до 12 градусов мороза, в горах до минус 18. Днём минус 3, минус 8, и местами до 14 градусов мороза. На дорогах гололедица и местами снежные заносы. Черкесский снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 9 градусов мороза, днём минус 4, минус 6. На дорогах гололедица и снежные заносы. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Кому вы готовы доверить здоровье своих глаз? Доверьте лечение катаракты профессионалам. Врачи клиники 3Z провели более 50 тысяч успешных операций по лечению катаракты. Офтальмологическая клиника 3Z. 8700-533-90-82. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из регионального УФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке Правокубанский задержали двоих мужчин в возрасте 71 и 38 лет, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Предварительно установлено, что злоумышленники приобрели у неустановленного лица во Владикавказе нелегальное горячительное, после чего доставили товар в арендованное частное домовладение в Усть-Жигуте. Оттуда подозреваемые разводили незаконное спиртное по пяти торговым точкам, продавая его местным индивидуальным предпринимателям. В настоящее время владельцы магазинов проходят по делу в качестве свидетелей. Полицейские изъяли 4206 бутылок немаркированной водки. Общий объем обнаруженного составил более 1900 литров. Экспертиза установила, что найденное спиртное не соответствует ГОСТу по всем показателям. Возбуждено уголовное дело, а следование продолжается. Полицейские предупреждают, употребляя алкогольную продукцию, приобретенную в местах несанкционированной торговли, в том числе через интернет, вы рискуете своим здоровьем и жизнью. В результате проведения обысковых мероприятий на территории различных торговых точек и помещений, расположенных в Карачаево-Черкесской республике, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 4206 бутылок алкогольной и спиртосодержащей немаркированной продукции. Согласно предоставленным Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской республики информации, стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции составила более 2 миллионов 900 тысяч рублей. В настоящее время органам предварительного следствия ведутся процессуальные и родственные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к иным аналогичным фактам, совершенным на территории нашей республики. Народ и армия едины, мы непобедимы. В Хабезе прошел благотворительный концерт в рамках всероссийской акции «Мы вместе» в поддержку военнослужащим и оказание помощи членам их семей. Яркие концертные номера оценили представители правительства республики, общественных организаций, администраций и жителей Хабезского района. В концертной программе прозвучали песни патриотического характера в исполнении ведущих солистов-вокалистов района, народного ансамбля песни «Черкесия». Были представлены танцевальные номера ансамбля «Иадьюх» и «ХМС». Юнормейцы, лицея, интернаты и учащиеся в средней школах Хабеза подготовили совместный флешмоб. Все собранные средства будут направлены в помощь солдатам, участвующим в специальной военной операции. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Шаляпин». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова